Программа «Эффективный руководитель» предполагает обучение руководящего состава предприятий трубной металлургической компании. Северский трубный завод не стал исключением. И, как всегда, площадкой для проведения занятий выбрали отдел подготовки и обучения кадров. По словам руководителя службы кадрового резервы и социальных программ Северского трубного завода Татьяны Коробейниковой, программа по-настоящему уникальна. Мы получили конкретный такой доброкачественный инструмент, который можно предложить нашим мастерам, нашим руководителям на производстве, инструмент именно научения, как управлять коллективом. Программа состоит из девяти модулей, внутри которых есть даже один финансовый, так называемый финансы для нефинансиста. Так уж сложилось, говорит Татьяна Коробейникова, что первопроходцами данной программы стали исключительно мужчины. В большинстве своем это мастера и начальники участков из цехов предприятия. Валерий Тимофеев 16 лет работает мастером в управлении централизованного ремонта электро- и энергооборудования. Говорит, что за все эти годы до конца так и не смог понять и прочувствовать всех тонкостей руководящей должности. А ведь сегодня в его подчинении 16 человек. Но похоже, что пять месяцев обучения для Валерия Юрьевича не прошли бесследно. Какая-то новизна должна быть в карьере мастера. Когда какие-то новые знания должны быть, обязательно совершенствуется производство, совершенствуется оборудование, и надо знать и уметь, как его правильно ремонтировать. Я сейчас буду стараться применять знания, которые я получил, и, соответственно, буду в духе времени все это применять, чтобы получить не только выгоду моральную для себя, но и, может быть, даже выгоду для участка, для цеха. Еще один участник программы Николай Суренков сегодня представляет один из основных цехов предприятия. Последние два года он работает сменным мастером на участке отделки труб в трубопрокатном цехе номер один. Такой шанс повысить свою квалификацию, признается Николай, выпадает не так уж часто. Эти курсы мне дали более эффективно знать, как подойти к человеку, как распределиться, как правильно распланировать. Нас этому все выучат и правильное общение. Сейчас, когда стали проходить модули, я, конечно, к этому скептически отнесся, но с каждым модулем мне все более и более легче становится работать. Во-первых, я уже понимаю, коллектив стал более лучше планировать и более других людей стал понимать. Мы же все темы популярно проходим, тем более помогают ролевые игры нам, которые мы проходим. Мы как бы эти все ситуации, которые происходят на производстве, мы их обрисуем, потому что каждый из нас технолог, каждый из нас ремонтник, а непосредственно в цехе мы все вместе встречаемся, и у нас уже там идут... Это уже серьезно, это уже жизнь. Пять месяцев общения не прошли бесследно ни для учеников, ни для преподавателей. Татьяна Коробейникова такому общению с умными и перспективными руководителями очень рада. Ребята сплотились, ребята вместе работают. С мая месяца они здесь все знают друг друга, чувствуют друг друга, отсутствует у них какая-то скованность, играют ролевые игры, ведут переговоры, вступают в эти переговоры, решают конфликтные ситуации. Бумажная башня – очередное практическое задание в рамках программы «Эффективный руководитель». Татьяна Коробейникова сразу же строго ограничивают участников не только во времени, но и в средствах. Башня, построенная, должна будет простоять три минуты, быть самой высокой из трех. На ее строительство должно уйти не больше и не меньше 30 листов А4. Больше ничего использовать нельзя. Курс обучения по программе «Эффективный руководитель» подходит к завершению. Уже в октябре на смену этим мастерам и начальникам участков придут не менее перспективные и работоспособные руководители. Татьяна Усынина, Александр Полищук. Новости нашего города. Татьяна Усынина, Александр Полищук. Новости Supp falar, охраняйтесь в территории А4. С lancer. Продолжение следует...